Линзы с покрытием Приходите в салон оптики Мода Оптик Выбирая свою идеальную модель очков Помните, покрытие линз Один из главных критериев при их покупке 35 лет центральному универмагу Дарим 35 подарков для любимых покупателей Совершайте покупки в ЦУМе на сумму от 1000 рублей Регистрируйте чеки и выигрывайте Один из 35 юбилейных подарков от ЦУМа Итоги розыгрыша 1 мая в 16.00 На дне рождения ЦУМа Подробности в сообществе ВКонтакте ЦУМ Северодвинск Стоматологическая клиника Эстетика Плюс Это точность, скорость, удобство, комфорт Слепки зубов в прошлом Новейшие технологии сканирования При использовании современного сканера Prime Scan Для получения 3D-изображений зубов и полости рта Стоматологическая клиника Эстетика Плюс Умное будущее уже сегодня Ждем вас Улица Сергоар Джаникидзе 2А Корпус 1 Телефон 50 1133 22 апреля в субботу в 12.00 Мы приглашаем всех жителей города Северодвинска На весеннюю распродажу недвижимости В этот день вы можете приобрести недвижимость Со скидками до 150 тысяч рублей Ждем вас всех Российская певица Юля Савичева родилась в городе Кургане В семье музыкантов Ее первое выступление состоялось в 4 года Когда она вышла на сцену вместе с группой «Конвой» В которой ее отец работал барабанщиком В 5 лет Юля стала солисткой коллектива «Светлячок» В 7-летнем возрасте после переезда с семьей в Москву Будущая знаменитость начала участвовать в новогодних представлениях И заниматься в хореографическом коллективе В 2003-м Савичева стала участницей телевизионного проекта «Фабрика Звезд 2» Пройдя все этапы отбора, она попала в пятерку финалисток Именно этот телевизионный музыкальный проект Сыграл в судьбе вокалистки решающую роль В 2004-м году Юля стала представителем России на конкурсе Евровидения Где заняла 11-е место С того времени и по сегодняшний день Певица никогда не останавливается на достигнутом Юлия Савичева с успехом записывает хитовые композиции Осваивает новые творческие площадки Выступает с концертами Участвует в самых разных телевизионных проектах и фестивалях Здравствуйте, в эфире программа «Звезда в городе» Я ее ведущая Татьяна Шанеркина Сегодня у нас в гостях российская певица Юлия Савичева Здравствуйте Вы мне вот сказали перед началом интервью Что оказывается мы 10 лет назад с вами разговаривали на этом же месте Видите, все как постоянно, это хорошо Сегодняшняя ваша программа носит название «Стихия» О чем она? Там будет много новых песен или это какой-то некий микс? Это некий микс, все верно И полюбившиеся хиты, причем некоторые в абсолютно новой обработке Это песни, которые за последние 4 года я выпускала в сольном плавании И некоторые уже стали хитами И, естественно, новый альбом «Стихия» Куда вошло 5 песен И частый вопрос, а почему 5? Ведь 4 стихии-то, почему 5? Я говорю, ну как же 5-ая, это любовь Без нее никак А что вдохновило вас на создание вот этой программы? Вдохновила как раз идея моей эмоциональности И чтобы мы, собственно говоря, пересмотрели все, что мы до этого показывали и играли Потому что... Это серьезный этап Да, потому что я очень много лет гастролировала И какие-то фишки, которые со временем устаканились у нас И мы постоянно их делали Я поняла, что уже невозможно делать то же самое Нужно все это пересмотреть Придумать что-то новое По-настоящему новое Начиная от интро, заканчивая конечным выходом Понимаете? То есть на бизнес, грубо говоря Мы переделали все Вот так я вам скажу И придумали очень много нового Ваши поклонники, что они сегодня для вас значат? Для меня в целом люди, слушатель, да Он охарактеризовывает меня как артистку И что я несу вообще для них Важно, чтобы они чувствовали, что я хочу им сказать Для меня никогда непонятно Когда артист выходит и ничего не хочет сказать Он просто вроде как что-то делает Но непонятно, что он хочет от людей в результате А я всегда знаю, чего я хочу Допустим, я хочу, чтобы мы ценили жизнь Ценили друг друга Наши взаимоотношения Любовь, искренность, честность И все это я несу в своих песнях В своих выступлениях Если мы хотим пострадать Мы страдаем по-настоящему И так, чтобы вот уже все вышло окончательно А впереди у нас хорошее и позитивное То есть всегда стремимся к свету Зачем я с тобой прости власть? Ты знаешь, что ты смеешь Но что ты не смеешь Ну, сейчас, что? И! Ты очень жаль, твоя любовь Я точно знаю, ты забудешь себя Ты очень жаль, ты на восход Я умречу, вас проводи восход Ты очень жаль Еще 10-15 лет назад, если песня попадала в ротации На радиостанциях То означало уже, что она точно будет популярной Человек будет известный Сейчас все поменялось Как стало сейчас? Как музыкальная индустрия изменилась С течением времени? Ну, так как сейчас появилось Много разных соцсетей И интернет порой даже побивает рейтинги в каких-то моментах Нежели там радио или телевидение Мы знали лет 10 назад, что так будет через какое-то время И сейчас мы это наблюдаем Как раз наблюдаем артистов, которые поднялись из интернета Или из своей какой-то страницы любой соцсети И люди стали настолько выборочно выбирать контент Именно для себя У каждого есть свой собственный гаджет Телефон или планшет На котором он выбирает Получается, где нужно засветиться Абсолютно верно Чтобы песня сработала Да, абсолютно верно Потому что такой большой спектр внимания И это внимание нужно собрать Хотя, с другой стороны, я понимаю, что где-то проще стало Например, донести информацию своей аудитории Через свои соцсети, конечно же, стало проще Но для нашей огромной страны Все так же осталось радио и телевидение Как ни крути, всегда это будет так Потому что у нас очень большая страна И нужно охватить все Интернет и радио, телевидение Но ты никогда не купишь любовь людей Их желание купить билет на концерт Тут важно оставаться собой Знать, чего ты хочешь Донести, как я уже говорила, да, до людей Что ты транслируешь в мир То же самое тебе и вернется Очень многие артисты и певцы Они свои соцсети ведут Многие и блоги имеют И очень откровенно там о чем-то рассказывают Вы как к этому относитесь? Вы интернетный человек или нет? Сейчас получается, что все интернетные люди Без этого уже никуда Для себя вот, я не знаю Сегодня я позавтракал тем-то Поехал я туда Или вы так дозированы информацией? Ну я ведь веду свой влог И я показываю за кулисье Я не показываю свою личную жизнь в доме Нет, я этого не показываю Я исключительно вот этот весь цемес Артистической жизни, музыкантской показываю Потому что я не видела ни у кого Кто бы мог по-настоящему честно Все это показывать и рассказывать Вообще, что происходит, что остается за кадром До сих пор существует такое мнение Что артист, актер, человек искусства Он такой какой-то вот летает в облаках И все так легко дается Все такое воздушно красивое Но на самом деле это стоит огромных усилий, труда И все это, даже блогерская деятельность Это тоже адский труд Ну то есть вы считаете творчество То, что касается творчества Это вот разумно приемлемая личная жизнь Все-таки лучше ее оставлять как-то за кадром Естественно, что грань для каждого человека И для каждой семьи, она своя Но тут важно, опять же Вот тебе самому комфортно Это показывать, в этом жить Или нет А каких-то рамок определенных Конечно, тут уже не стало Я так понимаю, что Кто как хочет, тот ворочит Да, но все-таки есть, конечно же Вот для меня есть понимание того, что я все равно должна оставаться артистом Для слушателя, для людей, которые меня знают или не знают Потому что все-таки должна быть какая-то загадка Должно оставаться что-то такое, чего хотелось бы узнать Я знала тебя и песок Словно вместе для нас И я взлетела так высоко Никем вдыхаю в порт перед сном И я закрывала глаза, как она И возле меня Водил слава крива Там можно я буду Целую вечность с тобой Я буду только твоя Невеста Я буду только с тобой Вместе Я буду только твоя Мы будем только с тобой вместе Многие артисты сегодня поют, и блогеры в том числе, поют даже те, кто и петь не умеют. Как ваше мнение, петь ради хайпа это плохо или нужно к этому относиться, ну вот как к данности нынешнего времени? Да, вы правильно сказали, это данность нынешнего времени. То есть вы спокойно это воспринимаете? Ну как сказать, раньше бесилась, честно скажу, а так как это стало повсеместно, то я поняла, что ну время такое, все, ничего с этим не сделаешь. Кто угодно, вы правильно сказали, может... Чтобы лайки получить, да? Да, может либо ради хайпа это сделать, либо просто так, ну вот захотелось человеку. С одной стороны, это плюс, потому что может любой человек выкладывать свое творчество, почему нет, это замечательно. Но с другой стороны, люди стали меньше понимать качество. Это некачественная музыка в основном. Иногда даже не музыка, а просто ну так, чтобы посмеяться. Ну развлекательный контент, понимаете? А я все-таки за то, чтобы люди обучались чему-то, когда они слушают ту или иную композицию или испытывают какую-то эмоцию, которая заставит их задуматься. По поводу вашей киношной работы, я говорю сейчас о фильм про Овечку Доли, там название такое, да, интересное, необычное. Хочется еще попробовать себя вот в кино? Может быть, о какой-то роли мечтаете или абсолютно это вот прошло, так сказать, и забыли? Я вообще никогда не думала о том, чтобы отказаться от кино. Я наоборот, всегда призываю, чтобы ко мне обратились. Конечно, хочу участвовать в кино, чтобы мне дали роль какую-нибудь. Хочу, да. И совсем недавно тут поступило интересное предложение. Это, конечно, не в каком-то полнометражном фильме. Но опять оттуда постучали, я так скажу. Курс Бондарчука. Кто там учится у него сейчас? Студенты. Да, студенты, причем студенты, я думала, совсем молодые, оказалось, нет. Это мужчина в возрасте уже, там ему 50 с чем-то лет, и он вот решил учиться. И позвал меня сняться в его короткометражке. Ну, это дипломная работа, наверное, какая-то, да, скорее всего? Там не дипломная, там, оказывается, конкурсная работа. А, тем более. На конкурс чайка. Вот, и мне очень понравился сценарий. Я с удовольствием согласилась. Мне нужно было выучить жесты глухонемых. Это было непросто, сразу вам скажу. Причем это было сразу перед гастролями. А мне еще нужно и к гастролям готовиться, и то, и это, и все наслоилось. Но так как я этим горю, я все это сделала. Как у вас с ощущением времени? В последнее время мир вокруг нас так меняется, и чем старше становишься, тем быстрее все как-то мелькает, пролетает. У вас как вот восприятие этого? Это правда, быстрее, да. Чем я старше становлюсь, тем больше замечаю. Хочется всегда как-то остановиться, прочувствовать момент. Больше начинаешь ценить все, что имеешь, или все, что происходит в данную секунду. Несмотря на то, что года летят, вы прекрасно выглядите. Мне кажется, остаетесь вот все время такой же молодой и красивой. Я думаю, многим будет интересно, если вы поделитесь своим секретом красоты. Ну, во-первых, от мамы досталось гены, гены, гены. Потому что моя мама очень молодо выглядит для своих лет. И она всегда следила за своим питанием. Я тоже слежу за своим питанием. И это отражается на внутреннем и на внешнем нашем мире, проявлении нас. Я, конечно, стараюсь только позитив в миру излучать. Потому что чем больше негатива, зависти, злости, тем больше это отражается на твоем лице. Ну, супер. Спасибо вам огромное за интервью. Хочется пожелать вам всего самого-самого доброго. Приезжайте к нам еще. Творческих успехов, здоровья. Мы вам всегда рады. Северодвинск, мой дорогой. Я желаю вам быть здоровыми. Берегите друг друга. Любви вам всеобъемлющей. Ваша Юлия Савичева. Наша программа подошла к концу. Смотрите программу «Звезда в городе» на канале СТВ «Северодвинск». Всего доброго. До свидания. 22 апреля в субботу в 12.00 мы приглашаем всех жителей города Северодвинска на весеннюю распродажу недвижимости. В этот день вы можете приобрести недвижимость со скидками до 150 тысяч рублей. Ждем вас всех. Наслаждайтесь качественным покрытием для линз. Устойчивость к царапинам, защита от пыли, капель воды, суперлегкий уход обеспечивают максимально комфортное и ясное зрение. Линзы с покрытием прослужат гораздо дольше, чем без него, сохранив при этом все оптические свойства. Приходите в салоны оптики «Мода Оптик». Выбирая свою идеальную модель очков, помните, покрытие линз – один из главных критериев при их покупке. Стоматологическая клиника «Эстетика Плюс». Это точность, скорость, удобство, комфорт. Слепки зубов в прошлом. Новейшие технологии сканирования. При использовании современного сканера «Праймскан» для получения 3D-изображений зубов и полости рта. Стоматологическая клиника «Эстетика Плюс». Умное будущее уже сегодня. Ждем вас. С улицы Сергуар-Дженикидзе, 2А, корпус 1. Телефон 50 1133. В магазинах «Медицинская техника» – широкий выбор товаров для красоты, здоровья и реабилитации. Мы помогаем людям сохранять и укреплять здоровье. У нас вы всегда сможете подобрать подарок для самых близких и родных. Для пенсионеров ежедневно до 14 часов действуют скидки. Наши отделы находятся в городе Архангельске, в торговом центре «Александр» и на проспекте «Троицкий-81». В городе Северодвинске, в торговом комплексе «Грант» и на улице Ломоносова, 64.